Продолжая тему, я вынужден признать, что в последнее время, мягко выражаясь, жалобы, сигналы в правоохранительные органы стали обычным явлением для наших башкирских друзей. На меня тоже написали заявление в прокуратуру и обвинили, правильно, в экстремизме. За что? За то, что я рассказал о том, как башкирские историки-националисты проводят конференции в разных районах Башкортостана, где призывают татарский язык считать северо-западным диалектом башкирского языка. Давайте вспомним. Когда учились в школах татарский язык, все перешли на татарский язык. Разговор у нас татарский. И сейчас мы хотим сказать северо-западный диалект. Никакой нет диалекта. У нас был башкирский язык, и вот этот башкирский язык потеряли, путали его татарским языком, и хотят сказать, что мы северо-западным диалектом говорим. Вот это большая проблема. Сейчас движение северо-западных башкир создалось, и особенность по северо-западному диалекту, введению в том числе возможности появления варианта для наших детей выбора родного башкирского, родного татарского, еще и северо-западного диалекта. Вот сейчас идет интересный такой процесс. И вот этому процессу поставился в том числе и Бахтигариягай. Три района у нас сильно вот это педалировали, этот вопрос. Краеведы очень, и нас ученых, и всемирных рултай башкир, и чиновников обивали пороги. По этому поводу писали статьи в газетах, книги писали. Это вот краеведы Татышлинского района, Янаульского района и, наверное, Ильишевского района. Вот это три района, где очень сильные краеведы, и где они очень сильно, вот много приложили сил и возможностей для того, чтобы вот этот проект был реализован. Исходя из слов Бахтигария Хазриата, я только подчеркнул, что не все, даже краеведы в Башкортостане, поддерживают идею введения, как они говорят, вы сами слышали, северо-западного диалекта башкирского языка, абсолютно надуманного вопроса. Я думал, услышу аргументированный ответ, как и положено в цивилизованной дискуссии, а получил донос в прокуратуру. Написали башкирские коллеги, а стыдно мне, стыдно за них.